МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что звезды что-то говорят, мы это хотим понять, но не можем понять. Но есть люди, которые со звездного переводят на человеческий. У нас в гостях астролог Екатерина Максимова. Катюш, привет. Привет, Катя. Привет, привет, привет. Привет нашим дорогим слушателям. Очень приятно снова быть здесь. И приятно, что после эфиров пишут, спрашивают и уточняют. От слов предлагаю перейти к делу. Что месяц грядущий нам готовит? Месяц май, ну, может быть, вы уже тоже почувствовали, я думаю, наши слушатели почувствовали дыхание любви. Да, потому что май, он пройдет под Венерой, под планетой Венеры, потому что это знак Тельца, Телец у нас, потом у нас наступают Близнецы. Но Венера управляет этим месяцем, поэтому, в общем-то, тема отношений и любви, она одна из главных в этом месяце. Цветущий месяц, Катя. Да, и, кстати, да, вот говорят, вот май наступает, весна, и хочется любить, да, чувствовать. Это непонятно, что тут первично, потому что это у нас Венера управляет этим месяцем, или потому что все зеленеет. Думаю, что все связано. Вот, поэтому тема отношений, она самая главная, тем более, что у нас затмение, которое закрывает коридор затмений 5 мая, и как раз это затмение, оно, главная тема этого затмения, у затмений есть определенные важные темы, она именно про отношения, потому что лунное затмение, оно всегда больше влияет не на событийный ряд, а на чувства, на ощущения, а потом уже человек предпринимает какие-то действия. Вот, поэтому эта тема отношений для всех по-разному, естественно, отыграется, но это важно, и что еще важно, прям 1 мая у нас такая планета, как Плутон, которая вообще символ трансформации, очищения всего старого, ненужного, она пойдет в попятное русло. Ретроспективный Плутон. Ретроградный Плутон. Будет отпускать нас всех, да? Нас будет напоминать нам все наши болезненные червоточины такие, которые у нас есть, то есть по всем болезненным болевым точкам он пройдет, тем более месяц-то венерианский, поэтому это будет именно в плане любви и отношений. То есть мы все немножко, вот это затмение особенно, мы начнем, нас немножко накатит, правильно мы существуем с партнером, как нам правильнее жить, захочется расстаться кому-то, а кому-то, наоборот, перейти на новый уровень отношений. Опять же, для всех по-разному будет отыгрывать. Сейчас мы по каждым, по важным знакам, кому больше всего, скажем так, достанется или, наоборот, придет хорошего, пройдем, но это главная тема. Но затмение будет в Скорпионе. Кого это коснется напрямую и что делать нам, гражданам? Ну, конечно, затмение всегда это такая, день такой очень эмоциональный, поэтому, что касается вообще всех знаков зодиака, то просто просьба сохранять спокойствие, потому что с утра 5 мая, может быть, главные боли, ощущение, что как-то очень неспокойно, надо что-то предпринимать, поэтому лучше успокоиться. Луна, лунное затмение, очень хорошо вода все это сглаживает, то есть к водоему, прогуляться у реки, тем более, что сейчас хорошая погода. И это пятница, 5 мая. Кстати, как раз да, и отлично. Поэтому эта вода, она все убирает, вот это лишнее беспокойство. Ходим около воды, чувствуем воду, и напряжение будет спадать. Ну, кто имеет возможность, сейчас многие уехали покупаться, вообще отлично в этот день. Хорошо. Вот, поэтому просто сохраняем спокойствие, не рвем, не стараемся не скандалить, агрессию всю выпускаем в какое-то мирное русло, но особенно это затмение коснется, так как затмение у нас в Скорпионе, оно коснется людей, которые, скорпионов, особенно родившихся 4, 5 и 6 ноября. Ну, там есть Орбис, конечно, может быть, и чуть-чуть там, да, и с 7 ноября в меньшей степени. Ну, так бы я сказал, с 3 по 7 ноября. В эпицентре это 5 ноября. Ну, то есть кто прям родил, у него, да, затмение приходится на день рождения. Значит, вот эти вот, эти Скорпионы, они почувствуют вот острее всех вот это вот желание или очиститься от отношений, или перевести их на новый уровень. Ну, у них точно будет такая возможность. Ну, надо быть внимательным к себе. Благоприятная возможность, да? Да. Тут как? Меня тоже спрашивают часто слушатели, читатели, что, а вот что, если звезды все решают, а нам-то что делать? Много чего делать, да? То есть это возможность. От нашего выбора много чего зависит. То есть, допустим, сложилась какая-то негативная ситуация, мы с партнером это все обсудили, мы все это разобрали. И перевели в положительные, выгодные для себя русла. И развязали узел, ну, при обоюдном желании, конечно. Еще кому нужно насторожиться? Да, тут затронут фиксированный крест, это Скорпионы, Львы, Водолеи и Тельцы. И вот больше всего, конечно, это Скорпион, потому что в нем затмение, но вот тут интересные разные немножко темы отношений затронут. Значит, у Водолеев интересная тема, то есть у них будет, может возникнуть конфликт, опять же, Водолеи, родившиеся 4-го, 5-го и 6-го. Ну, да, февраля, февраля. Ну, вот обязательно эти числа будут у Львов, у Водолеев и у Скорпионов и Тельцов. Значит, может быть конфликт работы и семьи. Вот у них может подойти ситуация, что им нужно будет прям выбирать, как из этого вырулить, что у них важно, да. То есть может быть разборка с родными на почве того, что ты много работаешь, что ты нам делаешь, ты не уделяешь внимания. И вот тут придется что-то выбрать или как-то найти какой-то компромисс. Так. Потом у нас есть Тельцы, и у Тельцов не так остро, правда, как у Скорпионов, но все равно. Тельцы, родившиеся 4-го, 5-го, 6-го, ну, опять же, с 4-го по 7-е мая. Это вот прям, может быть, прям ощущение, что нужно порвать. Вот прям захочется порвать тем, с кем мы находимся. Но я очень советую все-таки дождаться, что мы выйдем из коридора, затмений. 15-е число. 15-е, это ретроградный Меркурий заканчивается, да. Вот чтобы закончился ретроградный Меркурий 15-го, вот после 15-го, 16-го, 17-го можно какие-то шаги предпринимать, но лучше вот в этот день отсидеться. Так. Вот. И еще у нас львы, львы, тоже фиксированный крест, львы, родившиеся тоже с 4-го по 7-го августа. У них интересно может быть, у них может быть проблема, конфликт с любимым человеком насчет жилплощади. Да. Потому что там акцентирован 4-й дом, то есть вот хватит нам жить в этом пространстве, невозможно. Или мы же давно собирались переезжать, почему мы ни конец не переехали. Или как мы можем жить в таком маленьком пространстве. Ну, в общем, вот вокруг... Так надо переезжать-то или надо просто обговаривать? Вот то, что не надо переезжать до того, как закончится ретроградный Меркурий, это точно. В общем, пока ретроградный Меркурий, берем кофе-паузу и созерцаем красоту. Да, да. Это надо быть целый, наверное, титан кофе-то. Это до 15-го мая. Ну, еще даже лучше начинать это все делать с 17-го, потому что он там 16-го, совсем еще он такой не раскочегаренный Меркурий, он какой очень инертный. Я бы советовала всем клиентам, говорю, подождите, ждите. Ну, ничего не случится за эти там 2 недели, да. Ну, есть, может быть, знаки, Кать, которым, наоборот, надо сейчас все успеть, потому что это их время, и у них все благоприятно. Ну, такого как бы вот, чтобы все было, такого нет. Потом, естественно, надо смотреть все-таки индивидуальную натальную карту, это я всем говорю, потому что вот важный такой момент, мы говорим сейчас про тельцов, водолеев, скорпионов... И львов. И львов, да. Но ведь у нас есть еще лунные львы, скорпионы и тельцы, да, в которых луна попадает в этот знак. Определить, где у вас луна, вы можете или пойти к астрологу, да, или сами рассчитать свою натальную карту, узнать, где ваша луна, это важно. Тогда для вас это тоже будет важный день. Вот, поэтому есть еще асцендентальные эти знаки, у которых асцендент попадает в эти знаки. Для них это тоже важно. Но опять же, эти тонкости надо знать, если вы пришли к астрологу, или знаете все-таки свою натальную карту. Поэтому тут я даю рекомендации, но шире можно сказать только, если все-таки вы заглянете в свой индивидуальный гороскоп. Если я все правильно помню, асцендент это то, как люди нас воспринимают, да? Да, это у нас восходящий знак, и это то, какими мы предстаем в обществе. Вот мы можем быть по асценденту, например, водолеем, а по солнцу тельцом, например. И нас воспринимают как водолея, такого необычного человека, очень какого-то непредсказуемого, а на самом деле мы в душе тельцы, очень постоянные. И тут может быть очень... Ну, вы, наверное, знаете, что человек дома один, а в обществе он совсем другой. У нас как раз сейчас будут выступать тельцы. Это Артур Руденко и Виктория Олешко, лауреаты премии «Шансон года-2023». Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях астролог. Скоро вернемся к разговорам. Дождитесь. «Полезное время» с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Лауреат премии «Шансон года-2023» Ярослав Сумишевский только что на радио «Шансон». Друзья, вечернее шоу «Полезное время» продолжается. У нас в гостях астролог Екатерина Максимова, и мы говорим про месяц май, до которого уже остаются считанные дни. Что там интересного, что меняется в этом месяце? Про затмение мы уже все решили, я правильно понимаю? Да, про затмение мы самое важное сказали. Ну и переходим дальше тогда. Да, ну вот про Плутон я начала говорить, что он идет в Ретроград, и он снова будет между Водолеем находиться последний градус Козерога, начало самого Водолея. И люди, которые родились прямо вот на грани, да, Козерога и Водолея, последний градус Козерога, 22-23 января, да, вот им надо быть особенно осторожными в мае, потому что Плутон пойдет опять к Солнцу их. И, ну, это, с одной стороны, может быть очень серьезные перемены в жизни, а с другой стороны, надо соблюдать осторожность, то есть, может быть, желание рисковать, вот лучше быть осторожными во всем. Вот прям весь май предостерегая, потому что Плутон у нас меняет знак, он вот пойдет в Ретроград. Из такого позитивного – это Юпитер, планета удачи, удачи, протекции. Она у нас 16 мая входит в Тельца. Так. И дальше весь май, естественно, надо будет идти по Тельцу, и дальше там июня тоже будет в Тельцам. То есть для Тельцов наступает их время. Им надо ловить момент, потому что удача, она такая капризная, да, она любит тех все-таки, кто прикладывает усилия, слышит предложения, которые приходят. Ловить момент – это значит перемены, возможно, да, что-то новое начинать? Да, 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 да. Уже можно. У нас как раз хорошо, что у нас 16 мая как раз заканчивается Ретроград на Меркурии. Коридор затмений. И уже закончится коридор затмений, и главное, что Ретроград на Меркурии, потому что сейчас все очень прям беспокойно спрашивают, когда подписывать можно документы и всякие бумаги. Вот он уже выйдет из Ретрограда, 17-го уже можно, 16-го даже, лучше 17-го подписывать, и 16 мая Питер выходит в Тельца. Поэтому Тельцы, начало Тельца, кто родился в начале Тельца, ну и дальше там, да, у нас весь май, ждите предложений каких-то по работе, может быть новое, может быть предложение руки и сердца у дам. Тут, конечно, что у кого выстрелит, это надо знать натальную карту, потому что надо принимать. Но при этом, наверное, те, кто ждут работы, должны резюме для начала отправить. Определенно, определенно. Сложа руки не сидим. Это точно. Когда особенно вот у нас выйдет Меркурий из Ретрограда, можно, да, везде все рассылать, ходить на собеседование, всячески себя продвигать, потому что вас удача будет видеть больше в этом месяце. Опять же, повторюсь, это касается не только солнечных тельцов, но и лунных тельцов. Но это вы можете узнать, опять же, да, узнав свой индивидуальный гороскоп. Поэтому вот Юпитер... Ну и вообще, да, Юпитер же планета еще больших финансов. То есть вторая половина... Вторая половина мая, она более благоприятна для вложений, для всех людей. В Тельце Юпитер себя чувствует неплохо, как раз, да, то есть всем после 16-го, 17-го можно там заниматься финансированием, какими-то финансовыми сделками, операциями. Вот, поэтому хорошо будет. Это все может пойти хорошо. Вот, так. Ну, мы тогда уж раз мы начали про карьеру. Конечно. Про карьеру и про финансы, тогда можно обговорить, что у нас благоприятно, именно... Какие дни благоприятны, да, для финансов? Мы записываем, Катюш. Да. Значит, сейчас мы все расскажем. Значит, удачные, да, удачные дни для бизнеса и карьеры. 6-е мая. 6-е мая. 6-е мая. Записали. Дальше. 12-е мая до 5-ти вечера. Да, вот тоже подчеркну, если я говорю, вот до какого времени, там просто действует аспект, имейте в виду, да, то есть вот до 5-ти вечера 12-го мая можно тоже что-то проговаривать. Совершать финансовые операции. Да, но помните, это у нас еще идет резоноградный Меркурий, то есть это хорошо все, вот то, что сейчас будет от 15-го до 16-го дней, это возврат или доработка. Вот, допустим, с шефом не договорили раньше, а сейчас решили какую-то тему снова возобновить. И потом закрыть ее. Да, да, вот тогда можно, это хорошо. Значит, прям даже себе отметил, 13-е, 14-е очень благоприятны для работников IT и авиации, потому что там у нас проспект с Ураном, а Уран у нас покровитель вот этих как раз тем. И кто работает в этих сферах, действуйте. 13-е, 14-е. А 7-е мая, день радио, что там? 7-е мая, 7-е мая, у нас Венера переходит в знак рака. Ну-ка, ну-ка. Это больше не для работы, а для любви. Отдыха. При любви, да, любви. Мы к работе с любовью относимся. Будем отвечать. Вот, 7-е мая, кстати, Венера переходит, раз уж мы затронулись, 7-е мая, Венера переходит в знак рака, и раком будет больше вести в любви в мае месте, потому что Венера пошла в ваш знак. Хорошо, так, дальше. Вот, значит, теперь договариваем финансы и карьеру. 15-е и 18-е подходят для музыкантов, фотографов и служителей кинематографа, потому что там есть аспект с Нептуном, да, если хотите какой-то свой проект, ну, особенно вот начать можно вот 18-го, какой-то проект, связанный с этими темами. 19-е подходит для разговоров с боссом и важными, проведения важных сделок. Так. 21-е, благоприятное время, даже прям тут есть точный аспект, ну, вот кто слушает, 5 часов вечера, презентации нового проекта. Это 21-е число. И удачный также 22-е, 27-е до 6 часов вечера и 30-е мая. Так. Это то, что касается бизнеса и карьеры. Здесь я предлагаю чуточку прерваться, музыкально, так сказать, перевести дух, потому что Михаил Задорин для нас споет, и дальше мы продолжим про любовь. Про любовь, удачные дни. Про любовь обязательно поговорим. Дорогие слушатели, оставайтесь с нами, пожалуйста. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Звездное полезное время продолжается у нас в гостях, напомню, астролог Екатерина Максимова, и мы обсуждаем, что же интересного, хорошего и не очень хорошего будет в мае. О любви мы сейчас говорим, поэтому что там нам звезды расскажут, поведают? Ну, вот Венера переходит в рак, значит, раком больше любви, больше влюбленности, больше, кстати, творческих проектов, потому что Венера у нас еще покровитель творчества, тоже раком в мае будет больше вести. Значит, 10 мая по около 7 вечера, там прям точный аспект, прям если планируете какое-то судьбоносное свидание. 10 мая, да? Да, 10 мая, но опять же, да, все-таки это у нас еще ретроградный Меркурий, вот хорошо, когда вот вы уже, допустим, знакомы, все-таки, да, это не первое прям свидание, а какое-то второе, третье, четвертое. Если дружите в соцсетях хотя бы. Хотя бы знакомы, да, до этого общались. Вот, 10 мая около 7 вечера, отличное. С 13 по 15 мая там прям вот идет включительно череда дней. Хороших свиданий. Хороших, да. Как раз суббота, воскресенье, ну и в понедельник переходит. Ну да, пришел в пятницу, пришел в понедельник. Прямо отметил себя особо благоприятно. Не, ловите момент. Влюбленные, тот, кто планирует развитие отношений, очень хорошо может быть. 18 мая, хороший день. И вот интересно, 26 мая, там аспект с Ураном, может быть, любовь с первого взгляда. Прямо такая вот. 26 мая. 26 мая, потому что там Венера с Ураном в аспекте вот прям познакомились, если не знаю, там где-нибудь. Где-нибудь встретились, столкнулись. И на всю жизнь вот прям вот бывает. Вот это вот сразу завернуться какие-то могут отношения. Вот кто 26 мая встретится, да. Это пятница. День российского предпринимательства. То есть как раз пошли на какой-то слет предпринимателей. Вполне. Вполне может быть. Так, еще что про любовь? Да, в принципе, про любовь, ну, может быть, не так много дней, но зато они яркие. В принципе, наверное, все. Есть какие-то опасные дни, дни, когда нужно минимизировать свою активность, замедлиться, заземлиться, закрыться дома и ни с кем не общаться? Да. Ну, вот еще повторюсь вот для тех, кто родился на стыке конца Козерога и Водолея, вот им особенно нужно быть... Это Рома, да? Это про Рома. Нет, Рома у нас бредит. Не бери в голову. Им надо быть особенно осторожными. Вообще весь май я бы советовала быть осторожными. Но, значит, сейчас прям дни расскажу. Значит, 2 мая, 2 мая может быть рассеянное внимание. Там есть аспект с Нептуном, то есть, допустим, если кто-то куда-то едет далеко, ну, выспитесь, да, там, как-то. Если что-то ответственное в мероприятии, когда нужен точный сбор информации, тоже, ну, вот, лучше на другой день. В общем, 2 мая рассеянное внимание и какое-то внутреннее беспокойство тоже. Ну, после 1 мая, понятно. После 1 мая, в принципе, да. Интересный тоже отметился. 3 мая. Лучше вообще ничего не начинать. Потому что есть такие дни, они крайне редко встречаются, когда нет аспектов вообще. То есть вот просто вот ничего не происходит планетарно. Представляете, вот ничего. Вот нейтрал. И в такие дни лучше вот вообще расслабиться. И не начинать, главное, ничего нового. Не будет результата. Луна без курса, ничего нет. Так. Пятый, естественно, в день затмения мы соблюдаем осторожность. Все, особенно, ну, мы уже говорили, кто у нас родился в этот день, там и рядом. Тоже день затмения всегда чреват зашкаливанием эмоций, поэтому лучше затаиться. Это и аура тоже затмений, там, ну, 5-е, 5-е, 6-е, 7-е. 5-е, 6-е, 7-е мая, дни, когда мы тише, как там, тише воды ниже травы, да? Да, 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 да. И вот еще очень важный такой момент. 9-е мая, вроде, да, праздничный день, но вот, к сожалению, там аспект с ураном, солнце прям заходит на уран. Особенно, кто родился, тельцы, рожденные где-то с 7-го по 9-е мая, у вас, уран на вас зайдет, на ваше солнце. Нужно быть очень осторожными с электрическими приборами. Уран – это электричество. Какие-то рискованные предприятия, ничего не делать, не лезть куда-то в горы. Поберечь себя. В горы, да, поберечься, не рисковать. Лучше как-то отсидеться спокойно. Ну и для всех это дни такие повышенной аварийности, повышенного возбуждения нервного. Будьте осторожны. Особенно 9-е мая. Вот, кстати, да, там у нас толпа, может быть, куда-то пойдете, скопление людей. Осторожными быть. Хорошо. Всем желаю. Что еще мы должны сказать о предстоящем месяце? Да, еще вот у нас 11-е, 23-е, 28-е, 31-е. Вот они выглядят тоже там не очень спокойно. Будьте осторожны в эти дни. Это мы тоже рассказали. Да, еще такой интересный момент. Вот меня спрашивают, пишут после эфиров. Сейчас все знают, что у нас идет ретроградный Меркурий, который закончится 15-го. 15-го. Но у меня был хороший вопрос, очень поступил мне в директ. А действительно ли на всех он распространяется, ретроградный Меркурий? Вот не на всех. Есть процент небольшой, это где-то 15% всех людей, кто родился с ретроградным Меркурием в натальной карте. Ну, то есть это как, получается, человек рождается, и у него он попал, и в этот день был ретроградный Меркурий. Его нормальное состояние. Да, его постоянное состояние, у него ретроградный Меркурий. И вот этим людям, да, нужно как раз на ретроградном Меркурии все начинать. Да, им надо знать эти периоды и как раз начинать действовать. То есть им можно все подписывать, им можно стартовать. Они, наоборот, становятся более организованные, чем остальные на ретро-Меркурии. Все там и немножко рассеянные внимания, то есть допускаются какие-то опечатки, опаздываем. А люди, у кого ретроградный Меркурий, на этом периоде, они, наоборот, становятся более собранными. Вот, поэтому есть, действительно, есть исключения. Это можно узнать, только если мы, опять же, составим свою, да, составим свою натальную карту, и мы тогда будем понимать. И эти периоды лучше всегда знать заранее, потому что они там четыре раза в год случаются. Ну что, предупрежден, значит, вооружен. Катя, огромное спасибо. Мы продолжаем следить за развитием звездных событий и примерно, друзья, раз в месяц здесь, в студии Радио Шансон, встречаемся, чтобы рассказать о том, что ждет нас, вот в данном случае, май. А встретимся мы уже с тобой в завершении, в конце мая, и ты уже про летний месяц нам будешь рассказывать что-то хорошее. Да, обязательно. Я вообще всем желаю, сейчас напоследок расскажу, май месяц венерианский, поэтому возьмите энергию этого месяца позитивную, да. Венера — это желание жить и вкус жизни. Поэтому наслаждайтесь моментом в мае и все, энергию восполнитесь. Вкус жизни в мае, конечно, он напоминает вкус шашлыка. Запах шашлыка, подумалось. Ну, еще природа просыпается, ароматы. Шашлык на природе, все правильно, да. Друзья, в гостях у Радио Шансон была астролог Екатерина Максимова. Больше подробностей можно узнать у нее в соцсетях. Мы прощаемся до следующей недели и желаем вам хорошего настроения и чтобы все у вас на всякий случай будет в Ютьюбе Радио Шансон выложен этот выпуск, чтобы вы все посмотрели. Любовь Володина, Роман Шахов, счастливо, пока! Полезное время с Романом Шаховым и любовью Володиной